Приветствую всех любителей пошаговых стратегий. Вы слышите Лёшу Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я хочу с вами поговорить о том, что мне не нравится в шестой цивилизации. Прошло полгода с момента выхода игры, в конце прошлого года я уже делал подобное видео, что не так с Сидмерс Цивилизейшн 6, и сейчас я решил вернуться к этому вопросу. Ну, во-первых, я уже полтора месяца не играл в игру, но это не мешает мне о ней постоянно думать, ходить, размышлять, какие проблемы в ней есть. И это скорее не о том, что можно исправить патчами, а о проблемах геймдизайна. То есть, да, Firaxis долго выпускает патчи, да, тут могли они многое изменить, но я сейчас про геймдизайн скорее. И в первую очередь хотелось бы отметить, что геймдизайнером игры был Эд Бич, который делал аддоны к пятой цивилизации. Не саму пятую цивилизацию, а только дополнение. Brave New World, Gods and Kings. И вы знаете, вот шестая цивилизация выглядит такой несмелой попыткой сделать новую игру. Тут много интересных новых идей, но они такие полумеры. Они не доведены до нормального логического завершения, что было бы интересным. Начнем с главного нововведения, с районов. Напоминаю, что во всех предыдущих цивилизациях город находился на одной клетке, на одном тайле. Все в нем строилось, и вот после шестой цивы прошлые города выглядят немножко такими маленькими, что ли. Ну, многие, кстати, почему-то считают, что эта идея украдена у Endless Legend. Там тоже были, там есть районы, но оно немножко, во-первых, это не только в Endless Legend идея с районами есть, а во-вторых, все-таки совершенно другая мысль вложена. Но я считаю, что разработчики эту идею не совсем довели до ума. Они, опять же, побоялись ее сделать более интересной. Значит, что мы имеем в шестой циве? Все районы подразделяются на свои типы. Там промышленный, кампус, театральный. Ну, во-первых, даже по логике. Вы где-нибудь вообще видели какие-нибудь города, что были вот так вот они разделены по типам районов? Я только соглашаюсь с кампусом. Да, вот у нас есть университет, он такой свой райончик внутри города, действительно, это так и выглядит. Но промышленные районы, у нас же заводы во многих местах города, они ни в одном районе сконцентрированы. Коммерческий район тем более и так далее. То есть это немножко, во-первых, теряет атмосферу развития города, а во-вторых, не очень логично. У нас для районов, для строительства районов, зачем-то введена куча ограничений. Зачем введено ограничений по количеству жителей? Каждые три жителя, ну там, когда у вас четыре жителя, вы можете два района построить. Потом семь жителей, три района. Или четыре, я не помню. Ну, короче, каждые три жителя добавляют вам возможность строительства района. Давайте глянем в Ресифе. Ну, вот если я поставлю, например, военный лагерь здесь, то я уже не смогу строить, видите, уже не могу строить священное место. Надо 16 жителей. Вот для чего это сделано? У нас и так куча ограничений по-хорошему. Вы либо строите район, либо строите армию. Ну, хорошо, окей, я поставил город, у меня там четыре жителя. И я в нем начал фигачить там кампус, центр коммерции, театральную площадь сразу. И что? Они же все эти районы требуют производства для своего создания. А в это время человек может армию построить и прийти меня побеждать. А вот эта система, она заставила игроков, в общем-то, выбрать себе четыре любимых района. Коммерческий, научный, промышленный и культурный. Вот именно в таком порядке обычно их люди строят. И все, их строят. И на самом деле другие уже больше не нужны. Ну, в сетевой игре еще иногда нужны, конечно, военные районы. Это естественно. И, возможно, если есть проблема со счастьем, коммерческие, не коммерческие, развлекательные. Но это, опять же, может быть. А так вот все, четыре района построены. И это поможет вам победить. То есть все забивают на священные районы. Все забивают на какие-нибудь аэродромы. Потому что, кстати, самолеты тоже фигово работают. Акведуки тоже забивают. Вот именно из-за этого ограничения по жителям. Есть прекрасные ограничения. Это же пошаговая стратегия. Каждый наш ход очень важен. Если вы что-то неправильно строите, вам это аукнется в будущем. То есть сама идея пошаговых стратегий в том, что вы должны предугадывать, что будет дальше. Размышлять о своем развитии империи и строить только нужные вещи. Вот это и есть ограничение, что если вы будете все районы подряд в городе строить, вы проиграете в итоге. Но такое ощущение, что сами разработчики игры этого не понимают и вводят дополнительную ненужную фигню, которая делает игру меньше. И вот, пожалуйста, уже никто не строит священные места, никто не строит акведуки. Даже против компьютера на высоком уровне сложности. Ну ладно, предположим, патчем они уберут это ограничение количества жителей для районов. Предположим. Но все равно это не улучшает ситуацию с другими районами. Например, я давно не понимаю, почему Фераксис не может сделать религию важным элементом игры. И если в пятой цивилизации религия все-таки такой дополнительный приятный бонус, то в шестой она требует слишком многое сделать, чтобы ее принять. Она, получается, игрокам не нужна. Потому что если ты сосредоточишься, чтобы получить пророка, намного больше потеряешь. Что было в пятой? Ну, хотя бы святилище построишь, у тебя там капает вера потихоньку. Можно принять какой-нибудь пантеон еще на веру. И религия, может быть, у тебя основывается. А если не основывается, то ничего, ты особо ничего не теряешь. В шестерке же для религии надо обязательно построить священное место. А у нас, напоминаю, ограничения по количеству жителей. Со священного места должны капать очки великих людей, чтобы ты набрал пророка, очки великого пророка. И только тогда ты основываешь религию. А потом тебе еще должны вера капать, чтобы апостолов собирать. Ну, ладно, укрепление религии это еще более-менее. Но вот само основание религии требует уже постройки священного места, района. А, собственно, ради чего? Чтобы просто небольшие, ну, приятные, конечно, бонусы, но они не повлияют на победу в этой игре. А почему не сделать религию аналогом золота? То есть, если у вас вера будет этаким аналогом золота, например, у вас мало денег, так вы содержание платите за веру ваших юнитов, предположим. Или вы вообще все можете покупать в городах за веру. Тогда бы многие игроки шли именно через религиозную игру. Да, вы мне можете сказать, ты можешь открыть теократию и как раз все и покупать за веру. Так это небольшая возможность. Я говорю про то, чтобы на всю игру это распространить, даже до последних эр. Ну, давайте вот просто сравним с нынешним миром, что вот в России церковь не является аналогом этой коммерческой организации. Она реально может помочь, там, что-то приобрести, собрать юнитов и прочее. Я не буду говорить про качество этих юнитов, давайте не будем разводить спор. Но, в принципе-то, религия и вера являются таким аналогом денег, когда люди не за деньги что-то делают, а за то, чтобы приблизиться к Богу. Вот в таком виде. А так, пока на данный момент вера просто и религия в игре является, ну, ненужным аппендиксом, блин, которым реально игроки уже стали пренебрегать, потому что постройка других районов намного более важна, чем священного места. Но вернусь к механике районов. Вот я начал говорить о том, что странное разделение по таким специализациям районов. А почему бы, собственно, было не сделать строительство просто района? Не коммерческого района, не кампуса, не театрального района, а просто вот ты строишь район, и в нем строятся определенные здания. Да, пускай было бы в одном районе можно построить только три здания, потому что до данный момент вот в ЦИВе каждый район на самом деле только три здания. Ведь и библиотека, и университет, и лаборатория, здесь рынок, банк, биржа. Но чтобы районы не были специализированы. И знаете, что мне не нравится еще, что исчезло в 6-й ЦИВе по сравнению с 5-й? Такие разнообразные здания. Вот типа помните, было каменоломня, не каменоломня, а каменная мастерская, конюшня. Более того, мне хотелось и думалось, что 6-я ЦИВа немножко пойдет по пути Beyond Earth. Там здания многие строились, которые давали бонус к окружающим клеткам города. И сами по себе они давали какой-то бонус. Они не относятся к какому-то определенному типу. Они такие разнообразные. Вот в 6-й ЦИВе таких зданий только два. Это амбар и водяная мельница. Все. Идет только специализация. То есть здания в коммерческом районе золото будут давать, в научном науку. Так у тебя такая грубая, тупая специализация. По-моему, интереснее с точки зрения геймдизайна больше давало бы простора. И не было бы вот таких конкретных тупо коммерческий, тупо кампус, тупо промышленный район и театральный. Вот реально все сейчас вот именно в таком порядке все строят. И тогда осталась бы эта стратегичность. И вам все равно бы приходилось думать, где размещать район. И бонусы от соседства можно было оставить. То есть если вы поставили район, такой общий район рядом с горой, то научные здания в этом районе будут получать бонусы. То есть бонусы именно зданием, а не просто району какому-то большому. Вот эта специализация районов должна быть убрана, но специализация зданий оставлена. И сделать больше таких общих зданий, которые будут разное давать. Следующее интересное нововведение, которое тоже, по-моему, не доведено до ума. Это вот разделение ветвей технологий. Есть дерево технологий, на которые тратится наука. И есть дерево социальных институтов, на которые тратится культура. Да, культура теперь более важна, чем в пятой цивилизации. Но, опять же, игроки быстро поняли, что наука все равно важнее. И многие забивают на культурную ветвь, потому что важно иметь более развитые юниты. А юниты все равно в научной ветве. И самые важные районы, опять же, коммерческие, научные все равно здесь находятся. Промышленные, естественно. Культура немножко не дожата. И само дерево технологий очень странно выглядит, когда теряется логика развития вообще цивилизации. Ну вот что тут, например? Да, вы можете, например, открыть книгопечатание, но при этом не открыть письменность. Ну, где тут логика? Или открыть атомные подводные лодки. Это просто подводная лодка. Вот атомную подводную лодку, но при этом не открыть уран. Ну, как такое может быть вообще в принципе? Вот такое ощущение, что они просто разбросали эти технологии, как им угодно, связали такими ниточками и все. Это во многом. То есть, вот теряется само вот это ощущение развития твоей цивилизации. Кроме того, вот это разделение, оно просто, ну, неудобно, да? Ты постоянно вот туда-сюда лазаешь. Даже если ты привык. И я где-то прочитал интересный коммент, это уже не я придумал, не помню, кто написал, можете поправить меня. Было бы интереснее эти деревья все равно совместить, сделать это одним деревом, но чтобы каждая технология требовала определенное количество науки и определенное количество культуры. Причем не одинаковое, там не 50 на 50, а, например, открытие урана требует 100% науки только, да? Открытие чего тут? Средств массовой информации, это действительно культура, там 100% культуры. А другие технологии, там, например, 70 на 30, 60 на 40. И если ты не набираешь какого-то количества культуры, то у тебя эта технология не открывается. Если ты не набираешь определенное количество науки, то у тебя эта технология не открывается. И да, ты больше дальше не идешь вообще в итоге. И если ты не, вот, ну, у тебя, грубо говоря, доступно, например, у меня сейчас доступно для открытия раз, два, три, там, вот, несколько технологий. Если я на все на них уже потратил количество необходимой культуры, но не хватает науки, все, у меня просто дальше уже культура тратится в никуда. И тебе надо развивать и культуру, и науку. И будут там ветви, на которые больше требуется культура, на которые больше требуется наука. Это было бы интересно, оно было бы все в одном месте, и ты реально стратегически бы уже размышлял, что тебе куда больше требуется потратить на какие технологии. Вот это было бы прикольно. Система Эврик и система вдохновения все равно бы осталась. Я считаю, что ее надо оставлять. Причем можно было бы даже сделать не половину, а на каждую теху, раз там требуется и наука, и культура, можно было и Эврику, и вдохновение. Эврика треть, например, заполняет, потом вдохновение треть, а потом вам нужно сколько-то культуры или науки для того, чтобы добить эту технологию до конца. Тут очень много вариантов, я к тому говорю, это вот на поверхности лежит, но вот такое ощущение, что разработчики побоялись вот вводить такие более сложные конструкции, а вдруг игроки не поймут. И очень многое упростили, как мне кажется. Ну и, кстати, есть еще одна проблема с культурой, тоже, по-моему, непродуманность правительства. Все правительства открываются в культуре, да, улучшаете возможности, меняете эти. Ну, мне эта система все-таки нравится, хотя и в пятерке тоже неплохо, по-моему, было придумано. Но здесь какая проблема? Если вы вперед вырываетесь по культуре, чем по науке, вот смотрите, плюс 50% производства юнитам промышленной эры и нового времени. А если вы по науке еще не открыли эти юниты промышленной эры и нового времени, а еще в средневековье, то есть вы получаете, считайте, штраф. То есть вы не можете улучшать, точнее не улучшать, а быстрее строить юниты той эпохи, где вы находитесь по науке. Ну, по-моему, конечно, решается все очень просто. Вместо того, чтобы вот только промышленной эры и нового времени, то есть надо, чтобы это действовало на юниты промышленной эры и все, которые до нее были. Вот я считаю, это более правильные такие бонусы. Почему этот бонус не влияет на юниты средневековья? Очень странно, да, согласитесь. Но с другой стороны, здесь опять же проблема баланса. Опять игроки выяснили, какие из этих карточек самые лучшие, и только ими пользуются, другими не пользуются. То же самое касается и правительств. Опять же, многие правительства просто не используются. В принципе, какое-то подобие было и в пятерке, то есть там мало кто шел по набожности, мало кто шел по коммерческой ветви. В основном все были в рационализме обязательно. Но со временем это все поправилось. То есть там все-таки есть и путь набожности, стратегия развития, на моем канале можете посмотреть. И коммерческое развитие очень классно с автократией, когда ты просто в конце игры покупаешь юниты. С фашизмом, по-моему, там нету автократией, с фашизмом. Очень дешевые юниты, и ты всех заваливаешь мясом в войне в конце игры. Здесь в шестерке пока этого нету. Карточки правительств в основном все одни и те же у игроков. Перейдем к системе великих людей. Отлично, что мы за них конкурируем. Это очень правильно. Но проблема в том, что эти все великие люди с разными способностями, и они дисбалансны просто. Даже вот сравнить. У меня тут есть великий торговец, который дает дополнительный экономический слот, а есть торговец, который дает просто 30 монет. Ну, согласитесь, совершенно разные способности, совершенно разные бонусы. И тут даже не важно, как много ты генерируешь очков великих людей. Ты можешь пролететь мимо хорошего, великого человека, а можешь и нет. То есть такой рандом дополнительный. А зачем? Это же стратегия. Ты должен продумывать свою линию, как ты будешь развиваться. А тут, получается, разработчики нас кидают в такое, скорее, рандомное плавание. Я уже молчу о том, что очки великих людей почему-то генерируют здания и районы, а не специалисты, как в прочих цивах. И вообще специалисты тут стали паразитами реально. То есть никто сейчас не сажает людей в специалисты. Ну, тут я, наверное, неправильно. В Манаусе надо бы их посадить. Но специалисты теперь просто дают два очка чего-либо. То есть если ты в кампус сажаешь, то два очка науки будет даваться. Так выгоднее все равно их держать на полях, чем сажать в здание специалистов. По-моему, намного правильнее вернуть эту систему, когда именно специалисты очки великих людей давали. Ну, предположим, пускай район тоже там что-то генерирует. Но у тебя был выбор. Либо у тебя обрабатывается еда, либо ты генерируешь великих людей. И это правильно было. А тут, получается, ты просто строишь здания, и у тебя генерируются великие люди. Почему они так вот это все вывернули неправильно? Я не понимаю. В чем идея? Идея специалистов же была в том, что ты по-разному развиваешь город. И тогда имело смысл строить высокие города, то есть когда много жителей. Потому что они и обрабатывают клетки, а избыток жителей и в специалистах работает. Сейчас же у нас достаточно сколько там, 13 жителей для вот этих четырех районов необходимых, или даже 10 жителей. И по-хорошему все. Я уже молчу о том, что нету зданий на проценты. То есть в пятерке, напоминаю, там университет давал, я уже подзабыл, 33% по-моему к науке, да. Обсерватория там плюс 50% к науке. Ну и прочие здания тоже давали какие-то проценты. Тогда и имело смысл строить высокое, высокий город. Для того, чтобы больше вырабатывать от жителей там науки. Ну вот, наверное, видите, от населения 10,5 идет. Кстати, население стало меньше всего вырабатывать просто вот жителей. И процентные здания что-то давали. Здесь же проще как можно больше городов поставить. То есть широкая империя. Штрафов за количество городов нету никаких. Чем раньше ставишь, тем лучше у тебя все будет. Потому что в конце игры, если даже во второй половине игры ты начинаешь строить города, то стоимость районов в нем очень высокая и в принципе он у тебя не развивается. Вся стратегия игры сводится к тому, что вначале вы ставите два города, потом быстро открываете, ну как, как сможете, так и открываете раннюю империю, ставите еще плюс 50 к производству поселенцев, ставите еще сколько там городов. Ну вот в данном случае у меня 7 городов поставлено. Больше, по-моему, больше и некуда было ставить в принципе. Хотя можно было и побольше поставить. 7, 8, 9 городов ставите и потом развиваетесь. Вот кто успешнее и правильнее смог их поставить, тот в итоге и побеждает. Кстати, отсутствие зданий на проценты еще очень сильно влияет на атмосферу, опять же, развития того же самого. В пятерке к концу игры вы чувствуете, как у вас дофига производства, дофига культуры, науки. Вот это вот есть ощущение. В шестерке этого нету, особенно когда убрали бонус от всех фабрик. Теперь, когда только одна самая производственная фабрика влияет на ближайшие города, постоянно ощущение, что ну вы где-то, знаете, на уровне средневековья у вас такое производство, там наука. Вот в той же Endless Space, например, втором, недавнем, такого еще и вот у меня реально ощущение, что у меня такая мощная империя, там куча всего быстро производится. Вот в шестерке этого не ощущаешь. Ушло. Ну это опять же проблемы баланса, потому что ребята не могут сбалансировать. И вопрос, смогут ли и будут ли они это делать. Вот в чем проблема. Кроме того, они не оптимизировали скорости игры. Понятно, что в сети все играют именно на сетевой скорости, ну чтобы партия хотя бы быстрее прошла. Она все равно длится долго, но не играть же на нормальной стандартной скорости, тогда вообще сутками тут можно пропадать. И проблема в том, что выгоднее опять же играть и через экономическое развитие, а не через нападение. А просто потому, что юниты не успевают добежать. И, казалось бы, есть очень простое решение, которое использовано в моде. Добавьте вы по одной клетке перемещения юнитом. Понятно, что чем меньше скорость, тем быстрее идет развитие. Но раз меньше скорость, значит и юниты должны двигаться быстрее. Нет, этого не сделано. И вообще очень плохая оптимизация по скорости. То есть есть много проблем в сетевой скорости, которые, ну просто цифры оставлены из стандартной скорости. Нету вот этой корреляции. Культурная победа тоже странно сделана, хотя, казалось бы, есть все возможности с этим разобраться. Опять эти шедевры мало что дают. А я уже молчу о том, что... Ну вообще, в принципе, они хотя бы стали культуру давать больше. То есть шедевры... Имеет смысл археологам шедевры находить, чтобы быстрее открывать ветку социальных институтов. Да, здесь с этим получше, по-моему, чем в пятерке. Но вот это разделение, например, те же великие художники внезапно дают отдельно портреты, отдельно пейзажи, отдельно скульптуры. И их надо комбинировать. Зачем? Зачем это усложнять? Просто художники что-то давали бы, писатели и музыканты. И этого достаточно для бонусов в музеях, в амфитеатрах. Нет, все равно какую-то дополнительную сложность добавили. Ты не можешь это скомбинировать. Опять же, когда люди разобрались, как работает культурная победа, уже ею сложно победить. Собственно, как и религиозно, если ты понимаешь, как она работает. И получается, в итоге, пока в шестерке, на самом деле, самая такая... Единственная, возможно, победа, если играют более-менее равные люди, это научная. Все. Прям, ну вот, никуда не деться. Если ты начинаешь кого-то захватывать, если вы шестером даже играете, не восьмером, а шестером, то даже если ты будешь их нормально захватывать, то, скорее всего, человек, играющий в развитии на другом конце карты, в итоге победит. Он явно быстрее выйдет в более современные юниты и сможет от тебя отбиться. Система дипломатии, ну, для сетевой игры, для сетевой, все-таки она улучшилась. То есть, в плане возможностей, там, союзы заключать, дружбу, это получше сделано. Даже те же слухи, посольства, это все интереснее. Действительно, становится возможно договариваться с людьми о всяких торговых соглашениях. Но, в плане с компьютером, компьютер как был дебилом, так и остался. То есть, тут ничего вообще не меняется, по-моему. Ну и, подводя итог, еще раз повторю, по-моему, разработчики Сидмейр Стивилизейшн 6 были не очень смелыми в изменении игры. Надо было больше интересного, то есть, доводить вот эти изменения до более крутого состояния. А так, я повторяю, что игра до сих пор для меня, все-таки, выглядит как аддон к пятой цивилизации. Нету тут таких революционных изменений, чтобы, вау, действительно, вот это круто, вот это зашибись. И, к сожалению, я не думаю, что они их введут. Я уверен, что будут какие-то аддоны, но изменений... Ну вот, смотрите, про ту же религию. Вот в Endless Legend, там каждая фракция, она играет через определенный какой-то тип ресурсов. Там некрофаги играют через еду, культисты играют через культуру, дикие ходоки через производство. Я не прошу, чтобы фераксис для каждой нации делали такую вот специализацию. А вот просто общую специализацию ресурсов можно было бы сделать, когда религия заменяет деньги, когда наука могла бы там заменить, культура заменить науку, либо они вот вместе в симбиозе бы работали, как я вам рассказывал. Туризм бы заменял еще что-нибудь, например, ресурсы какие-нибудь. То есть, если у вас много туризма, то можно забить на ресурсы, и вам этот туризм их поставляет каким-то образом, или там счастье дает. Ну, это не такое сложное геймдизайнерское решение, чтобы вот прям не вводить в игру. А пока мы имеем то, что имеем. Тем не менее, аудитория пятой Цивы, как я и рассказывал, с миллиона до выхода шестерки сейчас снизилась до 600 тысяч. Аудитория шестерки примерно, ну, чуть меньше 400 тысяч. То есть, разделилась так, знаете, 60% на 40%, ну, или 65% на 35%. Кто-то перешел. Ну, вот мне действительно сложно возвращаться в пятерку теперь. Она выглядит для меня несколько такой куцей. Но при этом в шестерке тоже куча своих проблем, которые разработчики не хотят исправлять. В комментариях жду от вас тоже мнений о том, что не доделали разработчики здесь. Именно, еще раз повторю, именно геймдизайн. Геймдизайн, а не там баги. То, что можно исправить в патчах, нет. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просков. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...